ЗАПАСЫ СЕВЕРОРОЩИ ЗАПАСЫ СЕВЕРОРОЩИ Построено здание подъемной машины на этой скважине и смонтирована подъемная машина. И полностью закончена оснастка для прохождения воздухоподающего ствола. Уже смонтирован шахтопроходческий комплекс с бурильной установкой, с установкой для погрузки. Выполнены все работы для начала прохождения и уже в декабре месяце планируется начать проходку воздухоподающего ствола. Это, безусловно, большая победа краснолиманцев. За три года выполнены работы по вскрытию и подготовке панелей. Выполнена работа по нарезке лавы на обратный ход. Смонтирована и отработана лава. Сегодня ведется отработка второй лавы. Добыто более миллиона тонн высококачественного угля. В настоящее время на шахте работает пять лав, которые оборудованы современной горной техникой. Задействованы все добычные участки. На прошлой неделе краснолиманцами добыто двухмиллионная тонна угля. В настоящее время предприятие работает в обычном трудовом ритме. Димитровская общеобразовательная школа номер 10 выпустила многих талантливых, достойных людей. Здесь всегда уделяли внимание воспитанию физически здоровой, патриотически настроенной личности. Ежегодно в ноябре-декабре в школе проводится цикл мероприятий, приуроченных к Дню Защитника Отечества, кульминацией которых становится всегда финальная встреча сборных команд 9-10 и 11 классов. Цель подобных конкурсов всегда одна – подготовить ребят к службе в армии. Чтобы служить в вооруженных силах, прежде всего, с самым основным физическим качеством – это физическая подготовка в первую очередь. Конкурс «Анука парни» включал в себя сегодня различные задания, выполняя которые ребята должны были показать свою силу и ловкость, общую физическую подготовку и сноровку. Несмотря на то, что по утверждению специалистов нынешняя молодежь значительно слабее молодежи прошлых десятилетий, ребята, участвовавшие сегодня в конкурсе «Анука парни», пытались показать все, чему их научили в школе. Ну, месяц готовились, нормально так. Подготавливались каждый день тренировки после школы. У нас шансов мало, то что в 11 класс, в 2-й год участвуют, а мы бегаем. Выпускник школы, ныне депутат городского совета, председатель Димитровской городской организации «Союз молодежи регионов» Руслан Трибушкин, никогда не обходил родное учебное заведение своим вниманием и всегда помогал при необходимости. А мероприятия, направленные на развитие физически и духовно здоровой личности, и подавно отмечены им как особо важные. Сегодня мы постарались выполнить индивидуальный заказ и подарить ребятам, для того, чтобы они занимались на уроках физкультуры, средства на пневматическую винтовку, фирменные баскетбольные мячи, ну и, естественно, чтобы они могли отпраздновать свою победу сладкие призы. Подобную заботу Димитровская общеобразовательная школа номер 10 ощущает постоянно, что весьма помогает ей достойно существовать в столь нелегкое время. Он заботится о том, чтобы наша молодежь была здоровой, чтобы наша молодежь проводила свой досуг. Верится, что помощь депутата городского совета, председателя Димитровской городской организации «Союз молодежи регионов» Руслана Требушкина, поможет учителям школы правильно воспитать подрастающее поколение. Во дворце спорта «Олимп» воспитано было не одно поколение перспективных знаменитых спортсменов, сумевших прославить Димитров. В бытность свою здесь занимался едва ли не весь город. Каждое лето во дворце спорта «Олимп» его сотрудники делают ремонт, но больше, чем на косметический, денег не хватает. Это лето не стало исключением, и 1 сентября «Олимп» встретила прятным и слегка обновленным. А вот нынешние дожди потихоньку уничтожают то, что удалось сохранить с таким трудом. Крыша течет нещадно, самый большой зал во всем Димитрове залит водой. От ветра и от старости постоянно разбиваются окна, которые тут же, к счастью, стеклят работники дворца. Не лучше ситуация и в бассейне. Здесь крыша тоже служит плохим укрытием от дождя. И все это не то, что с каждым годом, с каждым днем все больше разрушается, становится уже навсегда утраченным, невосстановимым. Насколько доведено мне до сведения нашими властями, а непосредственно Юрием Васильевичем Третьяком, который очень болеет нашим дворцом спорта, было сказано, что как будто бы наша власть, непосредственно наша госадминистрация, занялась вопросом по поводу передачи нас в городскую коммунальную собственность, потом передать нас в областную коммунальную собственность. Надо отдать должное сотрудникам дворца спорта «Олимп». Благодаря им все по мере сил здесь содержится в порядке. А детей и взрослых, несмотря на дождь и на то, что дворец не отапливается, сюда не ходит меньше. Все залы продолжают работать, и только большой бассейн, как печальный памятник эпохи разрухи, пустует. На территории Красноармейского района нет ни одной военной части. Но вот уже на протяжении более 60 лет действует военкомат. Его коллектив ежедневно, как и все военные украинской армии, выходит на службу, чтобы выполнить свой долг перед государством. И от того, как эти люди относятся к своей профессии, зависит престиж нашей армии. Здесь люди работают для людей. То есть не люди для нас – это первое требование, а мы для людей. Это самое главное. Полковник Павел Титков вступил в должность Красноармейского военного комиссара несколько дней назад. За его плечами 26 лет службы в вооруженных силах, среди которых два года службы в Афганистане и огромный опыт работы в военкоматах Донецкой области. Павел Владимирович, как и многие служащие, несмотря на трудности, верит в будущее вооруженных сил Украины. Основным вопросом современной армии является переход на контрактную основу. До 2005 года на 50% и к 2010-му на все 100%. В преддверии 6 декабря, дня вооруженных сил Украины, а 6 декабря вооруженные силы отмечают свое 12-летие, я бы, конечно, хотел поздравить всех военнослужащих, членов их семей, ветеранов вооруженных сил, а также всех ветеранов и отечественной войны, инвалидов, воинов-афганцев, то есть всех, кто непосредственно имеет отношение к армии, служащих вооруженных сил, с этим праздником пожелать всем здоровья, крепкого, успехов в работе, счастья в личной деле и семейного благополучия. Сейчас в Украине отдельного спасательного формирования пока нет, поэтому на базе пожарной охраны создали аварийную службу по спасению людей, но, к сожалению, имеющие мало общего с западными образцами. В настоящее время большую часть поступающих вызовов пожарную охрану города Красноармейска связаны, естественно, с тушением пожара. Но есть и такие выезды, где необходимо эвакуировать пострадавших из автомобиля при ДТП, пожилых людей из балкона в многоэтажах или провалившихся в канализационные люки. В прошлом году был случай, когда женщина, возвращаясь с работы в позднее время суток, упала в открытый канализационный люк. К счастью, в люке воды не оказалось, но глубина немаленькая – 4 метра. Женщина по счастливой случайности оделась только легкими ушибами. Позвонили к нам, выехал автомобиль, опустили лестницу, благополучно ее помогли оттуда выбраться. В апреле этого года диспетчер принял звонок такого характера. Бабушка с балкона своей квартиры на втором этаже спустилась на крышу торгового центра. А вернуться обратно самостоятельно не смогла. Как она рассказывала, я вышла, вышла и тут оказалось. А где, как оно получилось, через окно они вышли, она вышла. Слава Богу, что все нормально. Диспетчер Елена Петровна Пшанская говорит, что за время своей работы над диспетчерский пульт поступают звонки из автоинспекции для оказания помощи людям, оставшимся в машине при аварии. Произошла авария, и люди оказались заблокированы в автомобиле, не могли самостоятельно выбраться. Мы оказывали помощь, въезжала машина, разрезали и освобождали людей. Для того, чтобы изучить работу красноармейских пожарных спасателей изнутри, с ними нужно отправиться на суточное дежурство. Их работе не позавидуешь. Чтобы спасти человека, на службе отсутствует необходимое оборудование. Нет аварийно-спасательного автомобиля. А порой бывают случаи, что могут выехать только пожарной автоцистерной.